Вот здесь есть вопрос, почему выбрали индийскую концепцию? Боже, меня упаси выбирать индийскую концепцию, у которых так же, как и много видов христианства или мусульманства, так же очень много видов индийских концепций. Я опираюсь на ведическую концепцию, которая интернациональна. Нигде не говорится, это уже трактовка обывателей, называя ведическую концепцию индийскую. Вы знаете, что даже существовали русские веды, русские веды, и то, что индийские. И подтверждение ведической культуры есть по всему миру. И нужно помнить о том, что если мы учимся в российском университете и получаем классическое образование, это не российское образование, это классическое образование. Математика, законы механики, химии, физики существуют в любой стране. А не то, что закон притяжения работает в России, а не работает в Бельгии. Универсальные законы. Вы можете увидеть у меня тилоку, вы можете у меня увидеть определенную атрибутику, но я не буду углубляться в свою конфессию. Сила этих лекций заключается только в том, что я буду вам давать универсальные принципы, которые вы можете практиковать в рамках своей духовной конфессии. И вы увидите, если вы будете искренне честны в своем сердце, что на самом деле основные принципы, как встретиться с Богом, как понять уроки, как понять, для чего это жизнь, они совпадают. И нет никакой разницы.